История в предметах. В Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств открылась выставка, посвященная вкладу коренных малочисленных народов Ямала в Дело Победы. Экспозиция была приурочена сразу к двум юбилейным датам, которые празднуются в этом году – 90-летию округа и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все подробности далее в сюжете. По поручению главы города Новоуренгой Андрея Валерьевича хочу вас поприветствовать и прежде всего поздравить с юбилейным праздником 90-летиям со дня образования Ямалинского автономного округа. Поздравлений со значимыми событиями дан старт уникальной в своем роде выставки. Она рассказывает о ежедневном подвиге коренных ямальцев на фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Экспонатов более 80 – это личные вещи солдат, боеприпасы и предметы быта тундровиков. То, что позволяет почувствовать культуру и оценить вклад, который северяне внесли в Великую Победу. И Черное море, и часть Каспийского моря забрали же фашисты. Рыбы негде было взять в нашей стране. Ленинград был у нас в блокаде, тоже Балтийское море было. Поэтому была большая задача перед людьми здесь на севере добывать рыбу. И прямо много фактов удивительных, о которых мы рассказываем, прежде всего, детям. В беде сосед, значит, соседу нужна помощь. А тут родная страна в беде. Поэтому стране нужен в собственном чуме, как они, немцы говорят, в собственном чуме беда. Из беды надо выбираться всем вместе. Наталья Яндо на примере своих предков рассказала о том, как война затронула и их семью. Уникальные экспонаты Краеведческого музея Дома детского творчества позволяют глубже изучить историю коренных северян. Они донтированы 19 веком. Это ловушка для черной рыбы, охотничьей колчан со стрелами, лыжи. Самый ценный предмет – капкан-пасть, вызвавший наибольший интерес посетителей. Благодаря особой технологии изготовления он сохранился практически в первоначальном виде. Данный капкан среднего размера, и на него ловили в основном мелких пушных зверей – песец, лисица, кумбитца. Пушнину потом сдавали на заготовительные пункты, где ее принимали, продавали. На буричные средства покупали боеприпасы, разную военную технику. Также пушнину сдавали для изготовления одежды теплой на фронт. Связь поколений и патриотическое воспитание – немаловажный момент, сопряженный с выставками такого формата. По окончании презентации юным участникам вручили памятные подарки, рассказывающие об истории родного округа. Мне еще понравилось и запомнились всякие, чем копали, чем заряжали, одежда запомнилась, сапоги, ремни. Мне очень понравилась выставка. Было очень много предметов военной техники. Например, сорскопы. Там были шлемы, обойма. Тут были бинокль и фонарь офицера. Там были ремни. Для тебя, как для будущего защитника своей родины, это было познаваемо? У новоуренгойцев еще есть время познакомиться с подвигами коренных ямальцев и изучить историческую экспозицию. Выставка будет работать до 20 декабря. Галина Гладких, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».